Все это началось в церкви во время служения. Иезекииле 36, 25, 26 говорит. И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вот мое свидетельство. В воскресенье примерно в 21 час ровно в нашей церкви было служение. Бог изливал на нас свое благословение. Мой пастор сказала мне, Аделаида, Господь просит, чтобы я помазала тебя. Она вылила много масла на свои ладони и начала мазать. Когда она положила руки на мой лоб, я увидела, что сверху на меня спускался сильный свет. С того момента я была без сознания и не знала, что со мной происходило. Мое путешествие на небеса. Потом пришли ангелы и подняли меня с собой на небо. Ангел начал бороться с бесами, потому что наш путь был заблокирован. В облаках была черная завеса, грязная от демонов, которые пытались остановить нас. Я увидела яркий свет с небес и очень красивого ангела с мечом света в руки. Он простер меч и начал бороться с демонами, чтобы мы смогли пройти. Ангел был похож на принца, у него была золотая пластина на груди и очень красивая одежда. Его волосы были похожи на золото, а лицо – на лучи света. Он был очень красив. Очищение и преображение моей души. Мы пошли в очень большое место. Два ангела со мной передали меня трем другим ангелам, которые ждали меня у входа. Они тогда начали мыть меня. Я сказала, что вы делаете, что здесь происходит. «Пожалуйста, помогите мне». Ангелы не говорили ни слова, но продолжали мыть каждую часть моего тела, очень чистой водой. Они начали мыть мои колени. Это ощущение было ужасным. Я продолжала спрашивать их, почему они мыли меня. Внезапно я услышала, как голос внутри меня сказал. «Я хочу, чтобы ты знала, что я дал тебе эти колени, чтобы ты была женщиной молитв, а не для того, чтобы ты пошла делать то, что не нравится мне. Эти колени были даны тебе, чтобы ходатайствовать от церкви. Ты и должна знать это. Я не была очень молящейся женщиной. Мои молитвы были очень короткие, и Господь хотел, чтобы я молилась больше». Ангел продолжал мыть мои ноги, выскабливая их. Из-за боли я взывала к Богу о милосердии, Бог сказал. «Эти ноги были даны тебе, чтобы идти проповедовать Евангелие, распространяя мое слово, а не для того, чтобы идти к соседям, сплетничая и делая то, что мне не нравится, и по этой причине Господь сказал, «Я мою твои ноги». Этот процесс продолжался, и он был очень болезненным. Господь сказал, «Это необходимо, чтобы ты поняла мои планы относительно тебя». Впоследствии меня взяли еще в одно место, где меня ждали три других ангела. Это место отличалось, я видела предметы, похожие на машины. Ангелы начали другой процесс очистки моих глаз, используя что-то типа елея, было такое ощущение, что мои глаза вынули из орбит. Я сказала, «Пожалуйста, пощадите меня, помогите мне, почему вы делаете это со мной?» Похоже, они выскабливали мои глаза, и что-то, похожее на рыбу-сардину, было взято из моих глаз. Господь сказал, «Дочь, я делаю это ради тебя, потому что хочу, чтобы ты изменилась». То, что ты раньше делала на земле, было неприятно мне. Мне не нравилось, что когда ты была на земле, ты смотрела то, что мне не нравится, ты смотрела телесериалы, мыльные оперы, они не назидают твою жизнь. Мне всегда не нравится, когда мои дети смотрят подобные вещи, которые не прославляют меня. Я сказала, «Господь, прости меня, пощади меня». И Господь сказал, «В середине ночи, около полуночи, ты всегда смотришь фильмы, которые не назидают тебя, и во многих этих фильмах есть порнография. Я дал тебе глаза не для таких вещей, я дал тебе эти глаза ради тебя, чтобы смотреть только то, что прославляет меня, и по этой причине я чищу твои глаза». Ангелы продолжали чистить мои глаза, в то время, как я умоляла о милосердии. Мои глаза были помазаны елеем, и с того момента у меня был другой взгляд, мои глаза были изменены, полностью преобразованы. Господь сказал, «Больше не вожделей мужей других людей». Я любила, когда другие мужчины мной восхищались, и Господь сказал, что это было неприятно ему. Я расскажу вам, какая я раньше была. Я была посредственной евангельской христианкой, которая никогда не поступала согласно Библии. Все, что я делала, было согласно моим собственным желаниям и путям, все вопреки желанию Бога. Я рассказываю вам это, чтобы вы исправили свои пути, и души могли бы быть спасены. Я говорю вам, что похоть грех, и смотреть телесериалы, мыльные оперы, мирские фильмы, все это не нравится Богу. Ангелы продолжали процесс очистки, у них был крошечный стеклянный стержень, и они вложили его прямо в мои уши. Когда они начали очищать уши, я почувствовала ужасную боль. Моя душа прошла все эти боли. Скоро из моих ушей начала выходить черная жидкость, а потом серая жидкость. Я продолжала кричать. Господь сказал, дочь, я чище твои уши, потому что ты любила слушать то, что не нравится мне, ты любила слушать сплетни, ты посвятила уши слушанию того, что не нравится мне. Некоторые люди приходят к тебе, чтобы сплетничать и беседовать о пастыре, ты любила их слушать. Даже когда они сплетничают о твоем пастыре, ты любила их слушать. Вместо того, чтобы защитить своих пастыров и сделать замечание сплетникам, чтобы исправить их пути, ты была похожа на них, сплетничая с ними. Никогда больше не слушай сплетню. Всякий раз, когда кто-нибудь придет к тебе с любой формой сплетни, не слушай их, извинись перед ними и немедленно уйди, не принимая в этом участия, больше не слушай то, что тебя не назидает. Я сказала, Господь, пощади меня, я знала, что была виновна, ничто не скрыто от Бога, никто не может скрыться от Него. Все, что мы делаем и говорим здесь на земле, записано на небесах, я сказала, Господь, прости меня, пощади меня, из-за всей этой боли в моих ушах. Тогда мои уши были помазаны ангелом, Господь сказал мне, с этого дня и впредь ты будешь слушать только то, что назидает, ты будешь делать только то, что я попросил тебя делать, ты больше не будешь прежней Аделаидой, теперь ты новый человек. Потом меня доставили в другое отделение, где ангелы начали чистить мой рот, мой язык был фактически вынут из моего рта и положен на что-то типа под носа. Ангел начал чистить мой язык, и я снова почувствовал ужасную боль, Господь сказал, я хочу очистить тебя, я хочу очистить тебя. Когда ангел искребли мой язык, из него вытекала черная жидкость, и позже белая жидкость. После этого ангелы использовали очень сладкую воду, чтобы очистить мой язык. Она была очень сладкой, ничто на земле не может сравниться со сладостью воды, которая использовалась, чтобы вымыть мой язык. Потом мой язык был помазан елеем. Мой рот также прошел тот же самый процесс, черная жидкость вытекала из моего рта. Господь сказал, дочь, я делаю это ради тебя, чтобы ты больше не сплетничала, ради тебя, чтобы ты прекратила делать то, что мне не нравится, потому что твой язык сотрудничал в большом количестве вещей, которые не прославляют меня, ты многим говорила неправду, прекратил гать. Говорящие неправду не мои, лгуны не нравятся мне, все лгуны никогда не смогут увидеть меня, никакой лгун не войдет в Царство Небесное. Я сказала, Господь, пощади меня, я знаю, что сделала все это, я многим сказала неправду, но, пожалуйста, прости меня и помоги мне. Откровение 21, 8, я сказала все это из-за боли, через которую я проходила в тот момент. Господь сказал, я делаю все это, потому что я люблю тебя. Если ты будешь продолжать, как и раньше, я могу потерять тебя. Если бы я не сделал всего этого, ты бы никогда не изменилась. Я должен спасти твою душу, вот почему я делаю все это. Я люблю тебя, из-за того, что я люблю тебя, я не хочу тебя потерять. Точно так же, как ты, многие среди моего народа говорят неправду, живут двойной жизнью, и они кажутся чистыми другим. Когда ты кричишь на своего мужа, ты также используешь свой язык. Мой рот полностью вычистили, и Господь попросил, чтобы я проглотила немного воды. Мой язык и рот были помазаны совершенно особым небесным елеем. Его драгоценный запах не может сравниться ни с каким елеем здесь на земле. Мой язык был снова вложен в мой рот, и ангел установил уздечку в моем горле. Иисус сказал, это тот же самый способ, которым обуздывают лошадей. Это единственный способ, которым некоторые из нас могут быть изменены и преобразованы. Мы должны прекратить произносить тщетные и грязные слова, и принимать участие в том, что не назидает нас, эти вещи не нравятся Богу. Есть много христиан и евангелистов, миссионеров и так далее, которые любят произносить тщетные и грязные слова. Я свидетельствую о том, что Господь показал мне, чтобы преобразовать ваши жизни и изменить вас. После того, как мой язык был снова вложен ангелами, он был полностью преобразован, больше никто не может меня спровоцировать. Теперь я могу делать только то, что нравится Богу. Потом мой нос прошел тот же самый процесс, черная жидкость вышла из моего носа, и позже белая. Мой нос был помазан, но в целом процесс был очень болезненным. Я сказала, Господь, пожалуйста, скажи мне, что я сделала носом такого, что тебе не понравилось. Господь сказал мне, некоторые твои клиенты курят сигареты, и ты вдыхаешь этот дым через ноздри, потому что раньше ты была курильщицей, и ты все еще находишь удовольствие сидя с ними, в то время как они курят. Я сказала, Господь, я знаю, прости меня, пощади меня. Господь сказал, ты такая же, как все те, которые курят сигареты и пьют алкоголь. Всякий раз, когда ты остаешься там с ними, вдыхая запах сигареты или алкогольных напитков. По этой причине я очищаю тебя, чтобы всякий раз, когда ты увидишь, как кто-то курит сигареты или пьет алкоголь, ты больше не чувствовала себя комфортно среди них. Скорее, это внушит тебе отвращение. После этого меня взяли в другое место, где ангелы начали мыть остальную часть моего тела белым мылом, и из моего тела вышла серая жидкость. Когда ангелы очищали мое тело, часть моей кожи была снята, и вытекла кровь. Я сказала, Господь, помоги мне, пожалуйста, помоги мне, почему ты так делаешь? Он сказал, я чищу тебя, ты должна быть чистой, все твое тело, душа и дух. Мыло было смыто с моей кожи очень чистой водой. Потом ангелы помазали каждую часть моего тела. Господь сказал мне, не возвращайся назад к своим старым путям. Я сказала, Господь, прости меня за все то, что я раньше совершала в прошлом даже в твоем присутствии. Прости меня, Господь, за то, что всякий раз, когда пастор пыталась исправить меня, я всегда боролась с нею. Я сказала много того, что не должна была говорить ей. Пастор всегда говорила мне, что мой стиль одежды как христианки, не был правильным. Мы много спорили, и она однажды сказала мне, что я лгала, и это огорчило меня. Я всегда была против пастора. После этого меня взяли в другое место, и передали трем ангелам. Они использовали белую ткань, чтобы вытереть воду с моего тела. На лицах ангелов я видела, что они чувствовали такую жалость ко мне из-за всей боли, через которую я прошла. Но они не говорили ничего, ни слова. Я не могла видеть Господа в этих местах. Я могла только слышать Его голос. Тогда еще три ангела приняли меня в другом месте, где они одели меня в очень длинное белое платье. Меня взяли в другое место, и дверь была открыта, и я видела, что через ту дверь сиял сильный красивый свет. И Господь попросил меня пройти через нее. Я видела города, и много людей там ждали меня и махали руками. Иисус сказал, «Моя святая, время настало, час наступил. Пришло время увидеть все, что здесь ждет тебя. Много людей ждали меня, и я спросила Господа, что здесь происходит. Иисус ответил, «Для тебя настало время пойти и проповедовать всем людям. Для тебя настало время пойти и проповедовать всем странам. Время настало. Все, что я сказал тебе, скажи моей церкви, потому что я собираюсь усовершенствовать свою церковь. Я собираюсь усовершенствовать свой дом. Потом мою... Никто сильно не выбраняй. Так что я выбираюсь усовершенствовать свою церковь. Все, что я забываю». Чтобы вы agriculturalесь наповедали, если бы ты будешь контролирать не overcу cable. Я не принадлежда. Я не принадлежда. Кога страх τη силе. Я не принадлежда нам. Ontario больше ночью. Хотя никто не мешает думать. Как расследить за то, что выujinned и обманетесь переборог positioning. Продолжение следует...